Здравствуйте, уважаемые телезрители! В этом году Хиас отмечает свое 130-летие, и одним из подарков нам, да и вам, стал выпуск чудесной книжки, которая называется The Best of My Story, или лучшая сайта «Моя история, рассказанная миру». Две недели назад в Манхэттене состоялась презентация этой книжки, и как она проходила, мы сейчас с вами увидим. Нам абсолютно ясно, что Хиас и Американско-еврейский фонд истории, естественно, партнеры, и много лет я была членом правления Найяны и преподавала английский новым эмигрантам. И всегда на меня производило большое впечатление, что с самого начала все мои русские студенты, даже когда словарный запас у них был довольно ограничен, они умели выражать глубокие мысли. И та же самая глубина, задумчивость и юмор присутствуют во всех этих рассказах. И мы сейчас выслушаем несколько. Я хочу пригласить на сцену Сашу Бругански и Бориса Фишмана. Саша начнет читать свой рассказ. Она эмигрировала из Киева в Бруклин в 1989 году. Сегодня она работает директором по маркетингу в финансовой компании. Это случилось очень случайно. Первую часть этой своей истории я написала. Я брала классы Creative Writing, и там такое было задание. Я написала, из меня буквально вылилась вот эта первая история. И она мне так понравилась самой, что я очень хотела куда-то ее поместить. И вдруг я получила имейл от, по-моему, JCC. Там в JCC есть русская группа, которая называется Generation Я. И вот они прислали имейл, и там было написано, что на веб-сайт ХИАС возникла такая страница, которая называется My Story. И я просто... Это было настолько вот serendipity, что я была... И я тут же туда эту свою историю поместила. И потом вдруг вот я получила звонок от Роберты, которая сказала, что они прочитали, и что мне нужно ее дальше развить, и... Отъезд. Тяжелые деревянные двери здания медленно закрывались за ними. Эти двое постояли на крыльце несколько минут, пытаясь понять, что же только что произошло. А затем они отправились прочь. Их шаг убыстрялся, словно они пытались убежать от этого здания. От холодной серой конторы, с портретом Горбачева, который недавно сменил портрет Сталина. От холодных серых бюрократов. От их холодных серых официальных костюмов и глаз. Было три часа пополудни, и вокруг этих двух по улицам торопились жители старинного города. Шли они быстро под руку, мама с папой. Они быстро оглянулись. Никто за ними следом не шел. Он похлопал по нагрудному карману пальто, почувствовав, где спрятаны, сложены аккуратно пять листов бумаги с волшебными словами. Внезапно они поняли, какое тепло свободы излучали эти бумаги. Пять вис на выезд, словно ключ, который открывает дверь в новый мир и закрывает двери в старый мир, скорее всего, навсегда. Он вздрогнул, словно услышав, как за ним захлопнулась дверь. Внезапно огромность этого решения предстала ему очень ясно. Они уезжают. Страх практически парализовав, овладел им. Что с ними произойдет дальше? Как они будут жить? Где они будут жить? Вопросы эти неслись в перегонку с другими мыслями, но он стряхнул их, отбросил. Сейчас не время об этом волноваться. Практически одновременно мои родители подняли голову и заговорили. Их шаг убыстрился. Они пытались организовать отъезд и принимать простые решения, которые скажутся на том, как пойдет в дальнейшем их жизни. Нам нужно начать продавать мебель. А люстра? Мы только что купили люстру. Какая же она красивая. Мы не сможем ее взять с собой. Придется продать. А как же книжки? Мы должны взять книги, хотя бы все русских классиков и поэзию. Мы можем их отправить по почте, наверное. Нам понадобятся большие надежные чемоданы. Придется их испоискать. На шесть месяцев растянутся эти мелкие детальные решения, которые отгонят печали и ностальгию. Хотя ностальгия накинется на них позже, когда там превратится в здесь, а сейчас превратится в тогда. Но сейчас, когда они быстро идут к метро, они понимают, что самое серьезное решение, которое изменит их жизнь, уже принято. Да, я считаю, что наша жизнь, жизнь моя и моей семье очень удалась в Америке. И я безмерно благодарна отцу, что он... Что он принял такое решение и вывез нас тогда, когда он это сделал. Мы буквально были последними, кто уезжал, вот именно так, через Вену и через Италию. Я, как в истории, я написала, когда мы уезжали, и я не представляла себе свою жизнь в Америке. У меня было настолько... Это было настолько далеко, и все равно, что представлять себе жизнь на Марсе. Поэтому я вообще не знала, что ожидать, и как это все сложится, и все очень удачно сложилось, и продолжает складываться. И поэтому я считаю, что наша жизнь в Америке – это просто такая вот иммигрант-суксессфул-стория. Последние три месяца перед отъездом я живу и в прошлом, и в настоящем, и в будущем одновременно. Мое настоящее исполнено слез и отчаяния. Мое будущее простирается до нашего последнего дня в Киеве, и вся моя эмоциональная энергия нацелена на то, чтобы дождаться этого дня. Слова «никогда» и «в последний раз» присоединяются ко всему тому, что я вижу, ко всем, с кем я разговариваю. Я составляю список всего того, чего я больше делать не буду, и всех тех людей, которых я больше не увижу. Я живу в постоянном состоянии прощания. Время несется прочь, и внезапно будущее, которого мы боялись, пришло. День отъезда. Все упаковано. В коридоре бесконечные чемоданы, сумки, коробки. Наши жизни упакованы, обмотаны бечевкой. Мы готовы к отъезду, казалось бы. В последний раз я вхожу в спальню, где мы с сестрой провели последние 13 лет. Комната пуста. Вся мебель либо роздана, либо продана. Сейчас остаются лишь контуры, тени, прямоугольные воспоминания о жизни, которую мы прожили здесь. Это совершенно удивительное чувство. Я из семьи, переживших Холокост. Мои родители были в гетто, были в лагере и приехали в Америку в 50-м году. Я только что поговорил с ними по телефону, когда я ехал сюда. Им 87 и 88 лет. Господь их храни. Когда они приехали в Америку, они мне объясняли позже, что первый чек, который они получили, это чек от Хиаса. И чек этот заплатил за их первые две недели в отеле на 33-й улице в Манхэттене. А когда они нашли квартиру, через две недели после этого, Хиас предоставил им деньги на кастрюли, сковородки на первую квартплату. И я сказал родителям, я еду на праздник, я еду от вашего лица поучаствовать в празднике эмигрантов. Спасибо большое, Саша. Большое спасибо, Саша. Непременно прочитайте рассказ Саши на нашем веб-сайте. И вы навсегда запомните эмалевый тазик Сашиной бабушки. И будете его вспоминать всякий раз, как увидите клубничное варенье. А теперь Борис Фишман прочитает нам «Римские каникулы». Борис эмигрировал в 88-м году из Минска в Нью-Йорк. Сегодня Борис преуспевающий писатель и редактор. Он печатается в «Нью-Йоркере», в «Нью-Йорк Таймс», «Волл-стрит-джорнал» и многих других изданиях. Сейчас он работает над романом о журналисте-неудачнике, которая начинает фальсифицировать прошения старых советских евреев в Нью-Йорке, поданных с целью получения компенсации за Холокост. Прежде чем я прочитаю вам мой рассказ, я хочу сказать несколько слов. Явно я хочу поблагодарить Хиас. Спасибо за предоставленную честь. Спасибо за то, что вы задумали этот проект, потому что я не знаю, как в ваших семьях это происходит, но в моей семье мало людей рассказывают о своих воспоминаниях, или во всяком случае, так было раньше. Когда я был маленьким, я спрашивал бабушку и дедушку, у которых жизнь была гораздо более драматическая, чем у меня, я просил их рассказать мне о ней. Они мне отказывали. Зачем тебе это надо? Иди делай домашние задания. И я сделал единственное, что было возможно в такой ситуации, я обманул. Я пришел к ним и сказал, мне в школе задали задание собрать ваши рассказы. И какие любящие бабушку и дедушку, советские евреи, откажутся помочь внуку с уроками. И они мне все рассказали. И я рад, что я это сделал, потому что бабушка моя, она умерла в 2004 году, и у нее была самая драматическая жизнь она прожила Холокост. Я очень рад, что я собрал их истории, и я буду рассказывать моим детям и внукам, и я надеюсь рассказывать их по-русски. Я бы хотел молодым людям, присутствующим здесь, предложить, обманите стариков, о старикам, хочу сказать, позвольте внукам вас обмануть. Я считаю, что это совершенно грандиозный проект. Я, конечно, смотрю, я не все считал, там тысячи историй. Некоторые написаны, я бы сказал, профессионально и мастерски, некоторые написаны просто и, может быть, иногда коряво, но каждый из них, это, безусловно, человеческая история. И я для себя узнаю много, потому что наша история, это наши, людей, которых мы знаем, это история их, а тысячи других людей что-то добавляют по частице. Сайт мне нравится. Я думаю, что это была прекрасная идея, дать людям возможность высказаться, дать другим людям возможность прочесть и поделиться своим опытом, узнать опыт других людей. Все было замечательно, я ничего не собирался писать до тех пор, пока Алла Мейксон не сказала мне, что, в общем, рассказы частично вымышленные, тоже годятся. Ну, вы знаете, это часть истории, я думаю, что часть истории русских евреев, ну и к тому же часть истории Америки, потому что Америка в большой степени это страна, которая была построена иммигрантами из разных частей мира, и я считаю, что иммиграция русских евреев с 50-х и 50-х годов это продолжение этой великой традиции. В книжке вы найдете мой рассказ на 114-й странице, вы можете следить за текстом. «Римские каникулы» называется рассказ. В 70-е и 80-е годы сотни тысяч советских евреев сумели покинуть СССР. Уезжали они в основном в Израиль, в Соединенные Штаты. Советские власти не позволяли американскому правительству и еврейским агентствам обрабатывать этих иммигрантов на собственной территории, так что моя семья, как и тысячи других, осень 88-го года провела в Австрии и Италии. В Вене мы столкнулись с жизнью за пределами Советского Союза впервые. Впервые пили пепси, видели автоматические двери. Эти недели покрыты туманом недоверия к тому, что мы видим, и недоверия по поводу того, чего мы больше не увидим. Пока мы добрались до Рима и даже больше до Ладисполя, до прибрежного городка, мы успели несколько расслабиться. Лето в том году было невероятно долгим, и мы наедались виноградом мускат, который выглядел так, словно в нем застрял кусочек солнца, словно доисторическая муха, окаменевшая в янтаре, который мы привезли, чтобы продать на ближайшем балашином рынке. На деньги Хиаса мы сумели снять небольшую виллу с садом и керамическими полами, на которых остывали наши ноги. После целого дня, проведенного на пляже с дедушкой. На балашином рынке мои родители пытались избавиться от советских товаров. Предыдущие эмигранты нас заверили, что в Ладисполе очень любят покупать следующие вещи. Фотоаппараты «Зенит», значки с Лениным, одеколон «Красная Москва» и, как ни странно, текстиль. Хотя мы были довольно-таки уверены в том, что в Америке деньги растут на деревьях, кто его знает? Бывшие инженеры и профессора философии заворачивались в льняные простыни, словно в древние тоги, и кричали на языке эмигрантов. Руссо-продукто! Руссо-продукто! Про выживание в американскую жизнь у меня есть другие рассказы, которые вы можете прочесть в моей книге, изданной на русском языке. Выживание, как у всех, было, конечно, непростым. Приехал я 38 лет назад. Учитывая, что сейчас мне 76, я нахожусь как раз в середине. Ровно полжизни там, полжизни здесь. Все остальное будет бонус. Мне было 6 лет. Я назвал рассказ «Road to Freedom». Это как бы в честь названия известную книгу экономиста Хайека, которая называется по-английски «Road to Serfdom», то есть «Дорога к небосновому праву». Он боялся роста тоталитарийнизма. Он писал книгу в 40-х годах. У меня, наоборот, была «Дорога к свободе», потому что мы уехали от тоталитарийнизма и поселились в Америке. Вот эта книга. Как видите, название ее дал этот рассказ, который был выбран Хиасом для публикации в книге «На троих СРУ». Так называется вся книга. Здесь 20 с лишним рассказов и несколько стихотворений. Очень советую купить и прочесть. У меня сохранилось одно случайное воспоминание. На дворе 93-й год. Я играю в песочнице и вдруг слышу ужасный шум, словно от сотни отбойных молотков. Мимо идет целая колонна танков. Я позже поняла, что они направлялись в центр Москвы, чтобы обстрелять здание парламента. В Москве я практически похожа на всех остальных девочек. Но моей матери у меня не та фамилия, что у моего отца. Не потому, что моя мама феминистка, а чтобы нас защитить. Мой отец еврей. У него еврейская фамилия. Моя мать не хотела, чтобы ее дочь росла с его фамилией в антисемитской среде. На то есть другие причины, но о них я узнаю позже, когда мы переедем в Америку. А до того я русский ребенок, как и мои подружки в школе. Я такая же, как и они, за исключением фамилии и смутного понимания, что я еврейка. Но даже это не так страшно, потому что у нас в классе есть армянский мальчик, а у него фамилия еще пострашнее, чем у моего отца. Я помню, как в 96-м году мы приехали в Нью-Йорк. Это была одна из самых страшных нью-йоркских зим. Город был погружен в снег. Все было серое. Улицы, небо, люди и голуби в Нью-Йорке. Все было серое. Мы остановились в страшном отеле в Манхэттене, где у нас постоянно ломался замок на двери. И все же я рада. Через примерно три года я превратилась из русской девочки с серьезным акцентом в симпатичную русскую девочку со слабым акцентом. Теперь я живу в пригороде. Америка – страна иммигрантов, где первое поколение вливается в плавильный котел, но котел плавит не до конца. И жители пытаются установить свою этническую принадлежность. «Я итальянка», – говорит девочка, чьи прабабушки и прадедушки приехали из Италии. «Нужна мне также религия. У меня фамилия не та, что отца. Я атеистка. Мать у меня не еврейка. И религиозные евреи меня не примут. Я не хожу в храм. Я не соблюдаю кошер. И я не знаю молитв, за что меня ругает моя религиозная тетя. Я не говорю о том, что мать моя не еврейка, другим. Потому что я знаю, что они мне скажут. «Так значит, и ты не еврейка? А что я такое?» Есть факты, есть воспоминания. Факты явно видны. На моем свидетельстве о рождении, выданном в России, где выросли мои родители, значится, что мать у меня русская, отец еврей. Мы выехали из России, как беженцы. В моих жилах течет кровь евреев Ашкенази. Кровь не знает, от какого родителя она ко мне попала. А воспоминания мои я унаследовала от отца, которого называли жидом в России. Я помню моего дядю, чью семью убили фашисты. А я странное создание, слишком американское для русских, слишком русское для американцев. Откуда у тебя такой акцент? Я еврейка-беженка, но по еврейским законам я не еврейка. Откуда, ты спрашиваешь меня? Я говорю из Швеции. Я хотел вас спросить вот о чем. Вы написали свой рассказ о том периоде, что вы провели в Риме, а также в Ладисполе или в Остии. В то время Остии не было, был Ладисполе. И многие, рассказывая об отъезде, упоминают, что этот период очень важен. У Бориса это упоминается, книжка Дэвида Безмозгиса только что вышла в прошлом году, она тоже посвящена этому периоду. И мне всегда казалось очень интересным, что же там произошло. В каком-то смысле, вы находите, словно, в чистилище, словно вы действительно начнете настоящую новую жизнь, но старую жизнь вы уже оставили позади. И вот там, в Ладисполе, вы теперь встречаетесь со всем тем, что вы воображали себе так долго. Вы не могли бы рассказать нам, как это было? Этот опыт был для меня новым рождением. Люди, которые уезжали, они знали, что последнее сборище, отвальное по-русски, произойдет перед отъездом, и все это слово знают. Это был праздник, с одной стороны, и поминки, с другой стороны, потому что в то время никто не знал наверняка, увидим ли мы уезжающих когда-нибудь. Это была и смерть, и возрождение по ту сторону. Тревога была, и мир нас ждал новый и сияющий. Было очень тревожно. И выяснилось, что мир изменился после этого. Но мы начинали эпоху великих открытий. Есть фильм «Шоу Трумэна», где весь мир представлен этому человеку, Трумэну, таким, каким его кто-то ему устраивает. И так нам и казалось, что когда мы вышли оттуда, новый мир не имеет дна, его можно изучать бесконечно, и радость наваливалась такая, что трудно ее передать словами. Как вы вспоминаете этот период? Когда мы уехали, после того, как мы уехали из России, первый опыт для меня – это музей Вены. И Рима, конечно. Марк несколько раз, еще находясь в России, подавал заявление, просил разрешения съездить в Италию, посмотреть на музей, съездить во Францию. Ему всегда отказывали. Разрешение выехать из Советского Союза ему не давали. Ему говорилось, что либо он может поехать в Болгарию, либо на Кубу, если хочет. Но он отказывался туда ехать. И, конечно, первый шаг, первое в Вене, и позже в Риме, что нас потрясло, это музеи. Вице-президент Хиаса Роберто Эллиот не только редактировала книжку, но и читала за одного из авторов рассказ. А вот почему Белла Губенко не читала его сама, вы сейчас поймете. В мини-вене вы увидели бы нескольких пассажиров. Моего мужа, сына и нашего американского Кокер Спаниеля Диксона. Нами владела одна лишь мысль помочь моему больному отцу добраться до Нью-Йорка. На протяжении нашей поездки Диксон вел себя лучше обычного и вообще не Лайл. Он, наверное, чувствовал, что возвращается на родину предков. К несчастью, нам постоянно по пути в аэропорт приходилось останавливаться. Состояние моего отца ухудшалось и ухудшалось. В Борисполе нас приветствовал представитель Хиаса и врач, который будет сопровождать моего отца в Нью-Йорк. Хиаса платил наш перелет. Для моего отца были сделаны специальные медицинские распоряжения. Другой представитель Хиаса пожелал нам приятного полета и передал папку с делами моего отца авиалинии. Мы летели через Париж. Когда мы приземлились в Париже и пассажиры стали выходить, молодой французский офицер подошел к нам и нас уведомил, что мы можем выйти из самолета, а мой отец нет, потому что он болен, а насилок ему не заказали заранее. Офицер выразил сожаление по поводу такой ситуации, но жестко отказался разрешить нам вынести моего отца из самолета самим. Это запрещено французским законом. Скорее всего, сказал офицер, мой отец и врач должны будут вернуться в Киев. Я стала умолять офицера не отправлять моего отца назад. Я ему объясняла, что на Украине у нас нет родственников, что я единственная дочь моего отца и моего единственные родственники на свете. Маленькая внучка ждала меня в Нью-Йорке. Я практически уже могла вкушать вкус американской свободы. Отец мой был офицером и воевал против фашистов, и мы никуда без моего отца не пойдем. Наш переводчик перевел лишь несколько фраз из долгого моего монолога. Офицер ответил что-то по-французски, покачал головой, отказав. Я поняла лишь одно слово, мадам. А потом он развернулся и ушел. В тот момент я почувствовала, как вся моя вселенная, все мои надежды и мечты рухнули. Я побежала за офицером, который уходил прочь. И в голове моей присутствовала лишь одна мысль. Я должна сделать нечто драматическое. Словно я не видела ничего другого, кроме французского офицера, который подошел к другому офицеру и начал с ним оживленный разговор. Кто-то пытался меня остановить, но все зря. Я приблизилась к офицерам и хотела им что-то сказать. Я хотела закричать изо всех сил и объяснить им, что в их руках находится судьба моей семьи и моя судьба. Но я не закричала. Вместо этого я стала петь Марсельезу. Я думала, что пою я очень тихо, но оба офицера немедленно развернулись, чтобы посмотреть на меня. Тишина воцарилась, похоже, во всем терминале. В аэропорту царило драматическое молчание и звучал лишь мой один голос. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Ну что ж, «Песни свободы» творят воистину чудеса. А сейчас я хочу вам рассказать о том, что эта книжка замечательная, удивительная, полная наших индивидуальных воспоминаний и нашей коллективной истории сейчас, собственно, поступила в продажу. Купить её можно очень просто или на интернете, если вы зайдёте на наш сайт www.mystory.hias.org. Вы увидите там большую красную кнопку, на которую можно нажать и затем приобрести книжку по интернету. А если это представляет какую-то сложность, пожалуйста, вы можете позвонить по телефону 212-613-13-51 и оставить своё имя и свой телефон. Мы вам перезвоним и возьмём у вас заказ по телефону. Я думаю, что книжка «The Best of My Story», которая, кстати, на английском языке, и сделана это было специально, чтобы эту книгу могли прочитать наши дети, наше самое молодое поколение, которое сегодня очень часто читает по-английски лучше, чем по-русски, а также все наши американские друзья, для которых эта книга может стать реальным откровением того, что пережили мы, что мы нашли, приехав в Америку, и за что многие из них боролись. Так вот, для того, чтобы это сделать, пожалуйста, как я уже сказала, оставьте свой телефон и имя, мы вам перезвоним и примем заказ по телефону. Если кого-то интересует цена книжки, то вместе с пересылкой она стоит 35 долларов. Это не очень дёшево, но она изумительно выпущена, и поверьте, что ровно столько нам и стоило её напечатать. Дорогие друзья, ещё раз я вас всех поздравляю с этим чудесным событием. Мне кажется, что это первое собрание таких рассказов, это первая возможность поделиться нашими воспоминаниями, и мне кажется, что если перефразировать известное толкование о том, что спасая одну жизнь, мы спасаем мир, то можно сказать, что сохраняя одну историю, мы сохраняем историю всего нашего поколения. Спасибо, до встречи в эфире, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok